Музыка Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Алексей Наксон. Во второй тур президентских выборов во Франции выходит действующий глава государства Эмманиэль Макрон и лидер ультраправно-национального объединения Марин Ле Пен. Голосование состоится 24 апреля. Важность этих выборов трудно применять как для самой Франции, так и, представьте, Украины. Судя по всему, в самое ближайшее время там разразится давно ожидаемая битва за Донбасс, в которой решится судьба этой войны. Выбор во Франции – это, конечно же, битва за Францию, но своеобразная битва за Донбасс тоже только очень долет донбасских терриконов. Каким образом? Об этом наша сегодняшняя программа. Музыка По итогам подсчета бюллетеня, публикованным на сайте МВД Франции, за Макрона отдали голос 27,84% избирателей. Результат Марин Ле Пен – 23,15%. Это больше, чем в первом туре прошлых выборов 2017 года. Третье место занял лидер новой левой партии «Непокоренная Франция» Жак-Люк Меланшон, которого поддержали чуть менее 22% проголосовавших. Наделавший много шуму правый кандидат Эрик Зимур, его многие сравнили во Франции с Дональдом Трампом, набирает лишь чуть больше 7% голосов, и он уже призвал своих избирателей во втором туре выборов голосовать за Марин Ле Пен. Ле Пен в своем обращении к нации также призвала всех, кто не голосовал за Макрона в первом туре, проголосовать за него вторым, пообещав стать президентом всех французов. «Я намерена не откладывать, залатать все те прорехи в истрепавшейся ткани французской общества, которым до сих пор так не удалось сделать ничего властям», – заявила она. Социалист Меланшон призвал своих сторонников не голосовать за правых, но и от прямой поддержки Макрона воздержался. Обращаясь к своим сторонникам, он ограничился ли с тем, что заявил, во втором туре Ле Пен не должна получить ни одного голоса. С похожими просьбами обратились своим сторонникам и большинство других выборших претендентов на президентский пост. Кандидат от консерватора Валерий Пекрес при этом упомянула, что в прошлом Ле Пен пользовалась поддержкой Москвы, и это и дискредитирует. Да, действительно, в 2017 году Ле Пен встречалась в Москве с Владимиром Путиным, а ее партия до сих пор продолжает выплачивать кредит в размере 9 миллионов евро, взятый в 2014 году в первом чешско-российском банке, на практике полностью российском. И я тут уже даже не упоминаю те серьезные финансовые ресурсы, которые партия Макрон, партия Ле Пена получала, ну, как писали во Франции, под столом. Голосовать за Макрона во втором туре призвали мэр Парижа Анн Идальго, коммунист Фабиен Руссель, кандидат от Зеленых и Яник Жидо. Аналитики считали второй тур с участием Макрона Ле Пен наиболее вероятным исходом первого. Опросы перед голосованием показывали, что Макрон остается фаворитом, но Ле Пена напережал всего лишь на 6% пунктов. Те же опросы показывали, что главной заботой избирателей перед выборами стал резкий рост цен на энергоносители, потянувший с собой уровень инфляции. И Ле Пен успешно заразовала свою кампанию именно на этой проблеме, впрочем, и то, что характерно для популистов, она предлагала вернуться к той системе, которая была до Эммануэля Макрона. О чем идет речь? Эммануэля Макрон, когда пришел на высший пост во Франции, он предложил провести так называемые неолиберальные реформы. Причем, здесь я должен отметить, что в экономике либерализм и неолиберализм отличают совершенно другое по сравнению с тем, что принято говорить в политической жизни. Но если в политике это либерал, во всяком случае, в американской политической жизни, который считает, что можно поправить дела в государстве и в обществе за счет увеличения роли государства, и классический пример этому программа великого общества, еще президента Джонсона или новый курс президента Рузвельта, когда государству поручалось спасти Америку от той пропасти, в которую она летела в ходе Великой депрессии, то в экономике, подчеркиваю, экономике либерализм это совсем иное. Это наоборот, резкое уменьшение роли государства, увеличение роли рынка, переход к рыночным механизмам регуляции экономики, то есть неолиберализм это еще и то, что называют школой Хайека или школой такого монетаризма, как это стали называть уже после влияния Чикагской школы Фридмана в экономике, ну и так далее. Так вот, Макрон считал, что во французской экономике слишком велика роль государства, роль государства слишком велика и в жизни общества, и что государство взяло на свои плечи те заботы, в общем-то, которые должны быть свойственны каждой французской семье, эти люди должны решать свои проблемы лично. Лучше работать, лучше учиться, в общем, полагаться на самих себя, а не полагаться на государство. И Макрон, когда шел на выбор, он как раз и предлагал этот курс, он предлагал увеличить рабочую неделю во Франции, тогда она была 35-часовая, он предлагал повысить возраст выхода на пенсию, в общем, он предлагал провести те реформы, которые в американской прессе принято называть консервативной революцией времен Рональда Рейгана. Но, опять-таки, с точки зрения экономической науки, это так называемые либеральные или неолиберальные реформы. И, судя по всему, значительной части французского общества эти реформы пришлись не по душе. Вот отсюда демонстрации желтых жилетов, вот отсюда та волна протестов, которая уже к концу первого года президентства Макрона стала захлестывать Французскую Республику. Тем не менее, если посмотреть на экономические показатели, эти реформы, пусть не в полностью проведенной, как это хотел Макрон, но хотя бы частично, они позволили французской экономике развиваться значительно более энергично, и, в принципе, они начали спасать целые отрасли французской экономики, которая вынуждена соревноваться в условиях Европейского Содружества и с немецкой экономикой, с итальянской экономикой, ну и так далее. Что предложила Ле Пен на этих выборах? Она предложила соединить национальное с социальным, знакомое нам сочетание. Так вот, социальное, она сказала, что когда ее французы изберут президентом республики, она вернется к 35-часовой рабочей неделе, она резко снизит пенсионный возраст, она опять возложит на плечи французского государства те проблемы, которые, с точки зрения ее соперника Макрона, должны решать французы сами. То есть, обратите внимание, с одной стороны, интенсивное многолетнее обращение к тому, что Франция всегда была великой, ее величие, то, что французы самый великий народ, ну и так далее, и так далее. Мы хорошо все знакомы с этой, в общем-то, по сути, великодержавной риторикой, которая характерна для всех популистов, для права популизма. И, в общем-то, то, что это принято называть фашизмом, это все было у ее отца, и потом это перешло и к Марин. И тут она решила в ходе этой избирательной кампании предложить французам то, что обычно предлагали, традиционно предлагали социалисты, противники ее отца, противники Марин Лепен. И, таким образом, это позволило ей набрать значительно больше очков в ходе первого тура, чем ожидали обозреватели. Все ожидали, что она будет второй, но что она так приблизится к Макрону, никто не ожидал. Но, опять-таки, поставьте себя на место тех французов, которые считали, что во времена президентства Макрона их жизнь стала хуже. Они вспоминали о неком золотом веке, который был до этого. И Лепен пообещал им вернуться в этот золотой век. Таким образом, она, и об этом говорят итоги первого тура, она очень успешно соединила национальное или националистическое, теперь соединила социальное. Вот этот так называемый ее уже национал-социализм в французском издании, он позволил ей стать лидером на правом фланге. Причем правом, с учетом того, что она стала, еще раз, она стала пригладать то, что обычно в течение многих-многих лет французской республики защищали, предлагали как раз чистые социалисты. Ну и в этом, наверное, заслуга политического гения Марин Лепен, потому что она смогла соединить то, что было очень важным для традиционно правых избирателей, которые голосовали много лет как за ее отца, так и за нее, программу, которая обозначала, скажем, практически уничтожение каких-то путей эмиграции с третьего мира во Францию, ну и так далее. И вот теперь она еще обещает вернуться к любимой французами 35-часовой рабочей недели. Поэтому действительно, судя по всему, если она будет продолжать двигаться вот этим же курсом, который можно, я думаю, с успехом называть национально-социальным или национально-социалистическим, то у нее действительно есть очень неплохие шансы на победу и в главном втором туре. И в преддверии второго тура президентской кампании министр финансов Франции Брюно Лемер вчера заявил французскому радио RTL, что Лепен является союзником Владимира Путина. «Начинается еще одна битва с двумя видами Франции», – сказал Лемер. Макрон тоже раскритиковал прошлые связи Лепен с Путиным, заявив журналистам виновшие выходные. «Вам не следует смотреть на меня, если вы хотите найти самодовольство по отношению к Владимиру Путину или российскому финансированию». Ну, опять-таки, всем хорошо известно, что в течение многих лет ее компания получала либо открытую, либо скрытую финансовую поддержку из Москвы. Ну, тогда встает вопрос, а зачем, собственно говоря, это нужно Владимиру Путину? Ну, в принципе, мы о вкусах не спорим, может быть, ему просто нравилась Марин Лепен, но назвать ее обаятельной француженкой, ну, как-то не получается. Ну, хорошо, тогда речь идет о другом. О том, что Марин Лепен, она традиционный изоляционист. Изоляционизм известен хорошо в американской политической жизни. Изоляционизм предлагает и Марин Лепен. Я напомню, что для Франции изоляционизм не столь характерен, как для нас. Во всяком случае, уже после Первой мировой войны французская политическая элита, опасаясь того, что Германия станет после Версаля в ближайшие годы столь же сильной, как была и ранее, вот французская политическая элита взяла курс на создание неких союзов, объединений, которые позволили бы Франции не оставаться один на один в том случае, если Германия возникнет из пепла, как птица Феникс. И после Второй мировой войны французская политическая элита теперь уже вместе с немецкими политиками взяли курс на создание Объединенной Европы. Объединенной Европы, которая должна была предотвратить рост немецкого национализма, и Объединенной Европы, которая должна была противостоять экспансии Советского Союза. И поэтому идея Объединенной Европы – это, в общем-то, идея французского политика Робера Шумана. Это конец 40-х, начало 50-х годов. Эта идея нашла отклик и у лидеров тогда молодой немецкой республики, у Конрада Аденаура, он поддержал эту идею. И как раз Ле Пен предлагает нечто совершенно противоположное. Она считает, что Франция должна либо выйти из Европейского Содружества, либо взять какой-то совершенный курс. Она собирается вывести из Франции, из НАТО или внутри НАТО занять те позиции, которые, по сути бы, это НАТО разрушили. Мы с вами помним о том, что в НАТО главный принцип – это принцип единогласия. Достаточно голоса одной страны, в данном случае неважной, Европейской страны. Франции для того, чтобы НАТО перестала вообще существовать как некое единое целое. Она бы просто формально оставалась бы на бумаге, но, по сути, это было бы абсолютно ничем связанное сообщество каких-то европейских стран. Вот поэтому Ле Пен и нужна Владимиру Путину, нужна очень много лет. Потому что он видит в ней свой шанс разрушить НАТО, разрушить Объединенную Европу. И, в общем-то, это является его самыми главными внешнеполитическими целями в течение многих и многих лет. И, в принципе, ради этого он же и поддерживал у нас Дональда Трампа. Потому что Дональд Трамп тоже, по своим взглядам, изоляционист. Он тоже скептически относился и к Объединенной Европе, и к НАТО. Более того, он в многочисленных интервью накануне своей президентской избирательной кампании повторял все время, что НАТО из-за псалит. Апсалит, то есть устарела. И что он хотел бы, чтобы эта НАТО стала совсем иной организацией. То есть не той, которая могла сдерживать советскую экспансию. А неким тоже рыхлым объединением, ну и тем более он уже, как свидетельствует Джон Болтон, собирался вообще в ходе своего второго срока вывести Соединенные Штаты из НАТО и таким образом уничтожить НАТО. И поэтому, с точки зрения внешнеполитических целей Владимира Путина, его амбиции влавствовать над всей Европой, конечно же, ему нужны такие политики, как Дональд Трамп, ему нужны такие политики, как Ле Пен. Потому что с помощью их он и надеялся достичь своих целей, но в общем-то не прибегая к тем военным методам, на которые он пошел, уже вторгнувшись в Украину. Поэтому для Украины, которая сейчас героически сражается, отражая российскую агрессию, очень важно, чтобы по сути ее тыл, а ведь Европа является сейчас тылом Украины, чтобы тыл оставался прочным. И смотрите, с каким трудом, как медленно поворачивается механизм Объединенной Европы, как медленно разворачивается маховик НАТО для того, чтобы помочь Украине. А вот если бы в Елисейском дворце была бы Макрон, была бы или Пен, а не Макрон, то ситуация для Украины выглядела бы намного более сложно. И поэтому сейчас, в ходе этой президентской кампании, второго тура, во многом решается и судьба того, что сейчас происходит в Донбассе. Именно потому, что Украине, в общем-то, на кого можно опереться? Только на Соединенные Штаты и на Европу. Ну и еще и на Австралию. Австралия тоже оказалась верным другом сражающейся Украины. Ну, роль Франции в этом плане трудно преуменьшить. И поэтому вся Украина внимательно наблюдает за тем, что происходит в ходе этой избирательной кампании. Ну не только Украина, наблюдает вся Европа. Потому что, мы с вами уже об этом говорили неоднократно, что в Европе набирают силу популистские тенденции. И европейские популисты так или иначе ориентируются на Москву. Вспомним Виктора Орбана, который недавно победил в ходе президентских выборов в Венгрии. К моему глубокому сожалению, к сожалению всех тех, кто дорожит, объединенной Европой. И вот этот курс на популизм, он чрезвычайно тревожен. Потому что мы с вами тоже об этом говорили неоднократно. Популизма есть два таких крыла. Левая и правая. Ну, правое крыло, вот то, что сейчас как раз демонстрирует Марин Лепен. Ну и левое крыло нам хорошо с вами знакомо. Потому что, если смотреть с этой точки зрения, то большевизм это как раз и есть левый популизм. В крайних своих проявлениях он достигает, наверное, тех ужасов, которые были в Кампучии в свое время. Но, тем не менее, оба этих крыла, они чрезвычайно опасны для нормального, спокойного, постоянного развития, последовательного развития любого человеческого общества. И вот поэтому Лепен столь успешна в жонглировании всеми приемами классического правого популизма. Она соединяет национальное с социальным. И в истории 20 века уже были политики, которые достаточно успешны, во всяком случае, для того, чтобы взять власть, соединили национальное и социальное. Ну, конечно же, когда мы пишем через черточку, то мы получаем национал-социализм. То, что позволило Адольфу Гитлеру прийти к власти в Германии, вот он тоже успешно очень соединял какие-то принципы или идеи немецкого шовинизма, немецкого превосходства над всеми, немецкой ксенофобии, немецкого национализма. Он соединял социальными программами, и причем соединял очень успешно. Он все время обращался к немецкому рабочему классу, немецкий рабочий класс, немецкий рабочий класс. И таких примеров социальных программ у нацистов было достаточно много. Ну, например, многие из наших радиослушателей и зрителей однажды побывали в круизе на современном корабле где-нибудь. Или, допустим, были где-нибудь тут у нас на юге, или были в Европе по Средиземному морю круизы. Ну, как можно себе представить современную жизнь, современный отпуск без круизов? Так вот, в начале идея круиза, то есть путешествия на дорогом теплоходе простым представителям немецкого рабочего класса, эта идея как раз пришла нацистам. Был такой у них лей, лидер профсоюзов. Это была его идея. И посмотрите, как успешно Ле Пен двигается в этом направлении. Ведь для очень многих французов, которых абсолютно не беспокоит ни война в Украине, ни судьба Объединенной Европы, ни судьба западной цивилизации, они просто живут своей жизнью обычных маленьких людей. И вот когда она говорит, я обещаю вам вернуться в 35-часовой рабочей неделе, я обещаю понизить пенсионный порог, я обещаю повысить пенсионные выплаты, я вам обещаю это, я вам обещаю то, ну, конечно же, эти обещания находят отзвуки в сердцах многих-многих французов, которых, собственно говоря, все остальное вообще и не интересует. И поэтому у Ле Пен действительно есть серьезные шансы на то, чтобы победить 24 апреля и войти в Белиссийский дворец. На этом, другие друзья, остановлюсь. Подошло время нашего небольшого перерыва. Собирайтесь с мыслями, встретимся после перерыва.